Плохо спите? Слушай, ну это просто ужас. Примите валимидин с валерьяной, пустырником, боярышником, мятой и усиливающим их компонентом. Тащи! О, вот это да! Валимидин! Димексид гель. Современная форма проверенного лекарственного средства с противовоспалительным и анальгизирующим действием. Применяется в комплексной терапии артритов, артрозов, невралгий, при болях в спине, а также при лечении ушибов и повреждений связок. Димексид гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость других лекарственных препаратов. Усиливает действие наружных форм нестероидных противовоспалительных средств и гепарина. Малотоксичен, не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт. Не имеет резкого запаха. Димексид гель расширяет возможности лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада снова быть с вами в прямом эфире. И тема сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего разговора – кардиотоксичность лекарственных средств. Название звучит «кардиотоксичность лекарственных средств» в общей клинической практике. Но я постаралась затронуть в этой лекции самые разные аспекты. Как связанные с рекреационными веществами, так и с веществами, встречающимися в амбулаторной практике, так и с теми препаратами, которые чаще всего мы видим или исключительно видим в стационарных условиях. Кардиотоксичность – это основная причина отзыва лекарств с рынка, тех лекарств, которые регистрируются. Это основная причина ограничений, с которыми мы сталкиваемся при использовании лекарств. То есть даже если лекарства очень эффективны, очень многообещающие, именно кардиотоксичность может быть основным препятствием к его широкому использованию. Точно так же 80% новых любых молекул, которые могут быть кандидатами на очень успешные лекарства, эффективное влечение многих заболеваний, не доходят до регистрации именно по той причине, что они оказываются вовлеченными в кардиотоксичные побочные эффекты. На этом слайде вы видите анализ, который был проведен американскими исследователями. Здесь показана причина отзыва лекарств с рынка в период за 10 лет, с 1998 до 2008. То есть этот период уже от нас на 10 лет отстает, но тем не менее приблизительно, наверное, ничего не изменилось. И посмотрите, кардиотоксичность является первой, действительно, я вас не обманываю, первая причина отзыва лекарств с рынков. 17 отзывов, 33% от общего. Вторая причина – это лекарственно-индуцированное поражение печени, о котором мы говорили с вами в прошлый раз. Те из вас, кто слушал мою предыдущую лекцию. Психиатрические осложнения зависимости встречаются куда реже. Проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной системы по одному лекарственному средству, ну и набор других осложнений. Хочу показать вам, как меняется система отслеживания неблагоприятного воздействия лекарственных средств. Был проведен анализ, где, ну вот видите, начало берется от фактически XVIII века, когда, сложно сказать, лекарства в современном их понимании тогда не существовали, но существовали какие-то травы, из которых сегодня получены лекарства. Допустим, тот же дигиталис, он существовал испокон века, просто никто не знал, что это дигиталис. Использовались определенные травы, содержащие гликозиды. Так вот, в те давние времена, с того момента, когда регистрировались первые нежелательные реакции, где это были описаны, до того момента, как лекарство прекращало свою жизнь, проходило фактически 100 лет, 140 лет. Самые разные периоды, но фактически хватало человеческой жизни. Со временем появление, вот смотрите, в 1950 год, это фактически время, когда появились в современном понимании клинические исследования лекарств, когда появился не в 1950 году, в 1970, если быть точным, в 60-е и 70-е был принят ряд законодательных актов, которые положили начало современной системе, надлежащей клинической практике, современному проведению клинических исследований, современной системе фармаконадзора и внимательному наблюдению за безопасностью лекарственных средств. И посмотрите, большая часть отзывов лекарств на сегодня происходит в интервале, соответствующем примерно пяти годам. Много это или мало? Если сравнить со статистикой отзывов для прекращения использования в предыдущие периоды, когда этот процесс не контролировался вообще никак, действительно проходили десятилетия, это, конечно же, мало. Но с точки зрения жизни лекарства на рынке и того количества пациентов, которые могут получить это лекарство, это достаточно длительный промежуток времени. Именно по этой причине моя учитель, профессор Бурбелло, стойко стояла на той позиции, что в течение пяти лет мы очень внимательно... Если лекарство зарегистрировано на рынке менее чем пять лет назад, мы не можем доверять ему стопроцентно. Несмотря на то, что человеку свойственно быть приверженному всему новому, мы хотим лечить пациентов самым лучшим, самыми... ну, новые лекарства, можно сказать, можно считать модными лекарствами, этот слайд я включила сюда для того, чтобы напомнить вам, что все эти лекарства, которые на рынке меньше чем пять лет находятся, они не могут быть абсолютно надежными. И от них мы можем ожидать самых неблагоприятных, самых тяжелых последствий, и они могут быть отозваны с рынка совершенно запросто. Пожалуйста, будьте бдительны в этом отношении. Говоря о кардиотоксичности лекарственных средств, можно обсуждать самые разные аспекты. Кардиотоксическим воздействием характеризуются в первую очередь сами кардиотропные лекарства, используемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и кардиотоксичными эффектами могут обладать многие лекарства, которые используются для лечения самых разных других заболеваний. И виды кардиотоксичности тоже очень многообразны. Здесь перечислены лишь некоторые, извините, некоторые из них. Нарушение ритма, ишемия миокарда, дисфункция левой желудочной сердечной недостаточности, нарушение работы клапанов, как ни странно, тоже является одним из отдельных видов кардиотоксического воздействия лекарств. Мы об этом поговорим сегодня. Болезни перикарда, влияние на давление в сосудах, изменение давления в сосудах самых разных, артериальных, венозных. Сюда входит и лекарственно-индуцированная легочная гипертензия. И тромбоэмболические осложнения. Вот это такая глобальная классификация, которая, по сути дела, вы видите, затрагивает все возможные аспекты сердечно-сосудистой системы. То есть лекарства могут изменять, изменять все, что угодно. И все это будет лекарственной кардиотоксичностью. На следующих слайдах я хочу представить несколько более конкретных видов токсичности с механизмами, которые могут лежать в их основе, и примерами лекарств. Например, лекарств будут достаточно условны. Далее в ходе лекции мы будем рассматривать отдельные классы лекарственных средств, поскольку, повторюсь, в связи с огромным многообразием невозможно систематизировать, вернее, возможно. Но это была бы очень многочасовая лекция, если бы мы рассказывали отдельно по каждой системе, разбирали разные способы, как лекарства могут воздействовать на ту или иную часть сердечно-сосудистой системы. Но из этой таблицы вы увидите, насколько многообразны механизмы, которые могут вызывать разные виды токсичности. Вот, например, брадиаритмия. Чем она может быть вызвана? Она может быть вызвана блокадой кальциевых каналов, натриевых каналов, так называемых смешных фанниканалов синусового узла. Антагонизмом бета-1 рецептором, эморхолина рецептором, повышением вагусной активности. Оганизм к альфа-2, имидазолиновым рецептором, сфингозидовым рецептором. Огромное множество разных механизмов. Точно так же, как и для тахиаритмий. Блокада калиевого канала. Оганизм к бета-1 рецепторам. Антагонизм к эморецепторам. Угнетение натрия калиевого насоса. Блокада натрия вторичная активация симпатодреналовой системы. Тоже великое множество разных механизмов. Точно так же, ишемия миокарда может быть вызвана как рецепторным воздействием, так и вторичными причинами. Кроме этого, отдельно рассматривается как вариант кардиотоксичности синдром рикошеты, который сопровождает, например, быструю отмену бета-блокаторов. И, соответственно, усиленное воздействие на те рецепторы, которые блокировали эти бета-блокаторы и которые оказались незащищенными. Нарушение функции левого желудочка тоже разными причинами может быть вызвано. При применении противоопухолевых препаратов мы говорим об отдельном виде, об отдельных механизмах. И часть из этих механизмов до сих пор не объяснена, по каким причинам могут образовываться дисфункции левого желудочка при применении противоопухолевых средств. При этом антрациклины известны как самая частая причина дисфункции левого желудочка. Это фактически для многих случаев практически неизбежное побочное действие этой группы препаратов, с которым мы миримся только в связи с той ролью в выживаемости пациентов, которую антрациклины имеют. Угнетение разных сигнальных путей. Чем больше появляется сигнальных путей на сегодня, чем больше новых молекул, имеющих новые таргеты, новые цели для своего воздействия, тем больше появляется непредвиденных побочных эффектов, включая кардиотоксические эффекты. И в отношении противоопухолевых лекарственных средств вы увидите, насколько это значимая проблема, ведь действительно опухоль восклюризируется. Соответственно, многие лекарственные средства влияют на эти процессы, на процессы восклюризации опухоли. И неизбежно они влияют на эндотелий, сосудов и макроорганизма. То есть мы не говорим об опухоли как в микроорганизме, но если провести такую аналогию, то для организма человека лекарства оказываются токсичными, в том числе в силу своих исходных механизмов фармакодинамики. Нарушение работы клапана, индуцирование болезни перикарда может быть вызвано иммунными реакциями и то и другое, и кровотечениями. Тоже, кровотечение тоже является одним из механизмов, которые вызывают кардиотоксический эффект в виде нарушения, в виде болезни перикарда. Гипертензия, гипотензия, отдельный вид, легочная гипертензия. Можно даже не зачитывать все эти механизмы, просто посмотрите, как их много. И, конечно же, можно перечислять просто все классы антигипертензивных лекарственных средств, которые и рассматривать, механизм их действия, как один из механизмов, возможных для кардиотоксичности. Хочу оговориться сразу, что для любого кардиотропного препарата, для любого препарата, влияющего на сердечно-сосудистую систему, есть вероятность усиления собственной фармакодинамики, так называемые побочные эффекты типа А, от английского augmented, то есть усиления собственного действия. Вот эти варианты, строго говоря, их нельзя назвать кардиотоксичностью, но с формальной точки зрения они относятся к кардиотоксичным проявлениям. Но это реакции типа А, они предсказуемы, и сегодня мы будем в минимальной степени касаться этих реакций. То есть мы не будем скорее о них говорить. но вы должны понимать, что это тоже эффекты влияния на сердечно-сосудистую систему, которая с формальной точки зрения, повторюсь, тоже относится к кардиотоксичным проявлениям. Тромбоэмболические осложнения, артериальное и венозное, тоже могут быть вызваны целым рядом механизмов воздействия, как вы видите на этом слайде. Ряд из них мы обсудим, далее говоря о конкретных группах лекарственных средств. Ну и давайте начнем обсуждать группы лекарственных средств или нелекарственных средств, или средств злоупотребления, средств рекреационного применения, которые так или иначе известны за свои кардиотоксические проявления. И начнем разговор с непрямых симпатомиметиков. С непрямых симпатомиметиков, то есть средств, стимулирующих адренергическую систему за счет блокады обратного захвата норадреналина. Для тех, кто уже позабыл, напомню, норадреналин, то есть при стимуляции симпатической системы стимулируется нервные волокна, которые в своих окончаниях имеют, в эти окончания подходят к сосудам, к разным органам, прежде всего к сосудам. В этих окончаниях есть визикулы, которые содержат нейромедиаторы, в частности, норадреналина. И когда приходит с симпатической нервной системы импульс на это нервное волокно, из этих визикул высвобождается норадреналин и, взаимодействуя с адренергическими рецепторами, вызывает все свои основные эффекты. После того, как этот процесс произошел, часть этого норадреналина захватывается снова визикулами, часть какая-то синтезируется заново в этих визикулах, но для полного синтеза дунова требуется достаточно много времени. И симпатолитики, например, такие как резерпин и октадин, они действуют таким механизмом, они стимулируют в освобождении этих медиаторов и приводят к тому, что в нервных окончаниях не остается медиатором вовсе и надолго оказывается лишенным норадреналина эти нервные окончания, потому что, повторюсь, для повторного синтеза требуется много. Поэтому, кроме повторного синтеза, большая часть нейромедиатора подвергается обратному захвату, то есть снова уходит в эти нервные окончания, в эти синапсы. Так вот, этот процесс можно заблокировать и блокируют его те лекарственные средства, которые вы видите на слайде. Лекарственные и нелекарственные кокаин у нас не относятся к лекарственным средствам, но поскольку уж мы говорим о кардиотоксичности, как раз очень многие рекреационные средства, средства злоупотребления характеризуются выраженной кардиотоксичностью. И одним из механизмов для кокаина является вот это нарушение обратного захвата норадреналина. Есть лекарственные средства в прямом смысле, которые были придуманы для того, чтобы нарушать обратный захват серотонина, но делают они это в центральной нервной системе. И серотонина, и норадреналина. Почему я говорилась? Потому что серотониновый механизм является основным для антидепрессивного эффекта тех препаратов, о которых я говорю. есть одно лекарственное средство ватомоксетин, который является селективным ингибитором обратного захвата именно норадреналина. Он имеет свои характерные особенности, он используется в том числе для лечения синдрома гиперактивности дефицита внимания. И гораздо больше лекарственных средств ингибируют одновременно и обратный захват серотонина, и обратный захват норадреналина. Самая традиционная, самая наиболее рано появившаяся в нашем распоряжении антидепрессанты это трициклические антидепрессанты ингибируют обратный захват многих медиаторов одновременно. У них очень сложные механизмы, но и норадреналин они тоже повышают его концентрацию в центральной нервной системе, но также и в прочих органах. Сибутрамин это лекарство, которое используется для лечения ожирения. Долгое время оно использовалось очень широко, оно было не подвержено никаким санкциям, но спустя определенное время, определенный период времени все изменилось, об этом мы тоже скажем. В чем состоит кардиотоксические проявления, кардиотоксичные проявления вот этого механизма? К чему приходят блокады обратного захвата норадреналина? Она приводит к постоянной, продолжительной, усиленной стимуляции альфа-1 рецепторов, бета-1 рецепторов, а также к стимуляции агрегации тромбоцитов. Все это в совокупности приводит к повышению артериального давления, к увеличению частоты сердечных сокращений, к повышению возбудимости миокарда, как следствие тахиаритмическим осложнением, а в сочетании со стимуляцией агрегацией тромбоцитов это может приводить и к нарушению мозгового кровообращения и к нарушению формированию тромбов в коронарном русле, приводит к острому развитию острого инфаркта миокарда. Кокаин является лишь ингибирование обратного захвата норадреналина является лишь одним из его эффектов. Кроме этого он ингибирует монаминоксидазу, то есть это еще один механизм благодаря которому он повышает содержание катахоламинов. Он блокирует натриевые каналы и калиевые каналы это не связано с непосредственным их стимулирующим действием это связано скорее с его побочными действиями. Соответственно кардиотоксичность его очень выражена он практически всегда вызывает тахикардию больше или меньшей степени спазм коронарных сосудов коронарных артерий в более высоких концентрациях при более существенном воздействии это становится наиболее выраженным ведущим в картине его эффектов возможно образование тромбозов за счет активации тромбоцитов также возможно фибрилляция желудочков и в ряде случаев асистолия в результате именно аритмогенной природы аритмогенного происхождения. если этого не происходит в результате острой токсичности кокаина если длительно в более безопасных дозах он употребляется вот эта постоянная стимуляция гиперстимуляция миокарда неизбежно приводит к тому что лошадь которую постоянно подстегивает лошадью я сейчас называю миокард сердце который так в себе работает а если его постоянно подстегивает 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 и не давать ему отдыхать оно истощается развивается неизбежно кардиомиопатия и хроническая сердечная недостаточность при передозировке передозировка очень часто манифестирует именно с боли в груди за счет того самого спазма коронарных артерий и увеличения потребности миокарда в кислорозе то есть на повышенных оборотах опять-таки вспоминаем студенческую программу сердце миокард питается в диастолу если мы его загоняем постоянными системами высокой-высокой частотой сокращений это диастолу нет питание миокарда затруднено соответственно ему нужно больше кислорода он его не может получить возникает боль ишемического характера ишемического генеза и уже в первые часы если эти явления действительно выражены особенно если они ложатся на подготовленную почву на почву пациентов с эндоделиальной дисфункцией и атеросклерозом в том числе у курильщиков возникающих всегда возникает инфаркт миокарда известно что кокаин удваивает риск ишемического геморрагического инсульта расслабивающего аневризма аорты и аритмии в остром периоде считается что ЭКГ не всегда может быть информативно потому что не всегда можно на ней разглядеть то что нужно применяется обязательный тропониновый тест который считается что имеет более важное диагностическое значение в случае инфаркта миокарда есть одна особенность лечения начинает его не со стандартных алгоритмов лечения острого коронарного синдрома а с применения бензодиазепинов нитраты и фенталамин тоже могут патогенетически купировать токсическое воздействие кардиотоксическое воздействие кокаина следует избегать в таких ситуациях назначения бета-блокаторов несмотря на то что мы хотим снизить частоту сердечных сокращений и полечить нарушение ритма потому считается что применение блокаторов одного лишь типа адренергических рецепторов усиливает воздействие на неприкрытые оставшиеся адренергические рецепторы влечения аритмии как ни странно не совсем понятным механизмом эффективно оказалось введение соды вот это такие небольшие комментарии которые буду в ряде случаев давать по поводу современных подходов токсикологов к лечению таких токсических проявлений там где они были доступны средства для лечения синдрома гиперактивности и дефицита внимания почему мы об этом говорим этот синдром в современности довольно популярен его часто ставят детям выставляют такой диагноз и назначают лечение фактически с самого детского возраста на этом слайде вы видите те препараты которые зарегистрированы и не зарегистрированы на территории российской федерации для лечения этого синдрома метилфенедата амфетамина у нас не используется а вот это моксетин который я уже упоминала применяется в случае резистентного синдрома могут использоваться клонидин гуанфоцин центральная альфа-агонисты и ряд антидепрессантов бупропион и трициклические антидепрессанты кардиотоксичность стимулянтов для лечения синдрома гиперактивности и дефицита внимания точно так же состоит в основном тахикардии и повышении артериального давления реже вызывают они аритмию и внезапную смерть но тем не менее могут вызывать все это в чем состоит бытовой смысл когда мы не используем эти препараты строго для лечения эти препараты широко распространены среди спортсменов и конечно же они говорят что они с детства страдают синдромом гиперактивности и не могут жить без этих препаратов но поскольку это по сути свои стимуляторы мы можем усомниться в честности заявлений этих лиц здесь вы видите очень известные лица это Майкл Джордан который принимал препараты для лечения синдрома гиперактивности и дефицита внимания ну и более современный пример Симона Байлз которая была очень серьезной конкуренткой нашим гимнасткам которая тоже страдает синдромом гиперактивности и дефицита внимания и принимает эти препараты и атлеты конечно рискуют со своими стимулирующими препаратами в разы больше чем любой другой человек чем любой пациент который просто принимает эти средства поскольку у атлетов существует определенная модификация сердечно-сосудистой системы адаптивные механизмы с одной стороны которые с другой стороны могут стать дезадаптивными поэтому конечно это очень плохо сибутрамин я упоминала его средства для лечения ожирения для борьбы с ожирением долгое время в российской федерации был доступен без рецепта и в общем относительно недавно я помню как пять лет наверное пять лет назад уже или четыре года назад где-то относительно обозримое прошлое мы сообщали случаи регистрировали случаи когда беременные принимали сибутрамин сами конечно же без рекомендации врача женщины принимали сибутрамин и обращались к нам в связи с тем что не запланированно забеременели нет связи между наступлением беременности и приемом сибутрамина я вспомнила это только в той связи что он был абсолютно доступен без рецепта в любой аптеке при малейшем желании ну конечно же все женские форумы пестрели отзывами и сейчас я при подготовке к этой лекции проверила эту информацию прогуглила и мне в первую строчку выпадал сайт с отзывами о различных продуктов я часто прибегала не буду называть какой но очень распространенный сайт где публикуют отзывы о разных продуктах и обзоры разных продуктов так вот отзывов о сибутрамине до сих пор там публикуется огромное множество женщины делятся его эффективностью делятся в том числе и побочными эффектами действительно эффективные средства для борьбы с ожирением но в 2010 но в 2010 году регуляторные органы Европы и Америки решили отозвать его почему потому что было опубликовано исследование СКАУТ если я не ошибаюсь оно называлось которое убедительно продемонстрировало повышение риска острого нарушения мозгового кровообращения и острого инфаркта миокарда при длительном применении сипутрамина к счастью в этом исследовании было показано что повышение числа летальных исходов значимого значимого повышения числа летальных исходов не происходило но вполне мне кажется достаточно инсульта и инфаркта для того чтобы прекратить вот это бесконтрольное применение средств причем речь шла в основном о молодых женщинах женщины репродуктивного возраста женщины которые не должны болеть ни инсультом ни инфарктом в России после этого препарат внесли в список сильнодействующих средств но спустя какое-то время потому что повторюсь еще 5 лет назад он был доступен по крайней мере пациентки могли его где-то получить я не поручусь не проверила информацию о том когда именно он был внесен в список сильнодействующих препаратов но и до сих пор подпольно он продается в составе многих биологически активных добавок вот здесь вы видите перечисления тех которых он действительно есть причем во многих из этих добавок он даже не перечислил в составе были экспертные был проведен анализ состава этих препаратов этих биологически активных добавок в которых было обнаружено присутствие большей или меньшей степени сибутрамина волшебный лотос там было больше всего сибутрамина вот разные препараты лита дали золотой шарик такой препарат с названием жуй дэмэн я нашла опять-таки на одном из формов рекламу этого золотого шарика посмотрите что там написано тут вы видите что препарат не обладает побочными эффектами смелое заявление правда от сибутрамина перейдем к другим средствам более серьезным которые используются в рекреационных целях которые уж абсолютно запрещены амфетамины и MDMA известные как экстази их кардиотоксичность хорошо известна и схожа с кокаином основной эффект тахикардия то есть как для всех стимуляторов они повышают активность повышают содержание катехоламинов повышают стимуляцию симпатоадреналовой системы у 50% людей принимающих эти препараты пользующихся этим препаратом возникает гипертензия в 25% развивается острый коронарный синдром с более или менее выраженными последствиями употребление метафетаминов это вторая причина смерти среди всех смертей вызванных острый диссекций аорты при хроническом применении точно так же как кокаин точно так же как все упомянутые ранее препараты вызывают хроническую сердечную недостаточность гипертрофию миокарда и кардиомигали первая линия терапии точно так же бензодиазепин и так же как при отравлении кокаином может применяться дексмедитамидин который является альфа-2-агонистом обладает альфа-2-агонистическими свойствами и натрия нитропрусит это повторная оговорка в отношении лечения интоксикации что еще относится к таким же стимуляторам вызывающим повышение воздействия катахоламинов и за счет этого способным оказывать кардиотоксическое воздействие тирамин то что мы едим и очень любим наверняка многие из вас любят зрелые сыры тирамин собственно его название происходит от сыра тирос по-моему по-гречески сыр и тирамин это вещество которое образуется в продуктах брожения поэтому он имеется в любых ферментированных в сырах в винах в винах в основном в красном вине которые подвергаются определенным процессам брожения в соевом соусе в дрожжах и содержащих дрожжи в препаратах и не препаратах в пищевых продуктах и питьевых продуктах в пиве например шоколад здесь упомянут не очень корректно потому что там тирамина мало только в ряде в определенных видах консервированные продукты любые копчености тоже то есть все что подвергается ферментации то где могут содержаться может образовываться тирамин сам по себе тирамин конечно же не опасен когда мы употребляем его с пищей он метаболизируется нашим физиологическим мунаминоксидазией и не вызывает никакого зловредного воздействия на сердечно-сосудистую систему вызывает только удовольствие механизм действия тем не менее сходим с механизмом действия амфетаминов и проявляется этот механизм в случае использования определенных препаратов которые будут блокировать его метаболизм блокировать монаминоксидазу к счастью сегодня мало таких препаратов сразу оговорюсь те препараты которые блокируют монаминоксидазу используются для лечения болезни паркинсона то есть монаминоксидаза типа B они не вызывают сырного синдрома это ингибиторы МАУА в основном необратимые ингибиторы но может и перлиндол вызывать сырный синдром в ряде случаев менее выраженный чем другие более мощные ингибиторы МАУ необратимые и вот хочу оговориться для клиницистов которые используют ну собственно и амбулаторным звене тоже может применяться этот антибиотик поскольку существуют формы для его перорального применения или низолит средства для лечения граммоположительных инфекций для инфекций кожи и мягких тканей которые на сегодняшний день имеют достаточно широкую распространенность в основном в стационарах но и повторюсь в амбулаторном звене так вот мало кто помнит что этот антибиотик обладает способностью ингибировать монаминоксидазу и описаны случаи это конечно не частые случаи достаточно редкие даже но в литературе они описаны он тоже может при использовании при поступлении с пищей большого количества тирамина вызывать так называемый сырный тираминовый синдром ну и оговорка в отношении лечения в случае развития тираминного синдрома наиболее эффективными с патогенетической точки зрения будет применение нефидепина и фенталамина прямые адреномиметики мы сейчас говорили о так называемых непрямых то есть средствах которые повышают высвобождение катехоламинов ну и есть средства которые непосредственно стимулируют адренергические рецепторы они перечислены здесь адреналин норадреналин допамин в основном они используются в реанимациях у пациентов с падением гемодинамики у пациентов с низким давлением и являются конечно средствами сохраняющими жизнь поэтому об их кардиотоксичности мы не говорим потому что напоминаю вам говоря о любой токсичности о любых побочных эффектах мы о любой вернее о вопросах безопасности лекарственных средств мы всегда безопасность это всегда соотношение пользы и рисков так вот здесь польза конечно же будет превышать любые риски кардиотоксичности и это мы не обсуждаем но есть некоторые варианты кардиотоксического воздействия которые потенциально предотвратимы о которых можно думать с инстезиологом реаниматологом например кардиотоксические эффекты проявляются более выраженно при быстром введении препаратов или при недостаточном разведении препаратов применение в высоких дозах и длительно вызывает оксидативный стресс и апоптоз а также некроз кардиомиоцитов конечно же просто так никто длительно не будет катахоламина использовать но нужно помнить о том что такой эффект тоже возможен всегда нужно оценивать пользу риски бета-2 адреностимуляторы другой вид прямых стимуляторов более селективный воздействующих селективно на бета-2 тип адренергических рецепторов в основном мы сталкиваемся с бета-2 адреномеметиками для ингаляционного применения те средства которые используются ингаляционно для лечения и купирования симптомов бронхиальной астмы и конечно же при таком способе введения они действуют только на бета-2 адренорецепторы бронхиальном дереве и не оказывают системного воздействия поэтому и кардиотоксический эффект для них оказывается по большому счету пренебрежимым то есть мы его не рассматриваем мы не пугаем пациентов мы говорим о том что местное применение ингаляционный путь относится к местному типу применения при котором системное воздействие приближается к не скажем к нулевому но к минимальному к пренебрежимому так скажем длительное время существовали и до сих пор существуют формы для системного применения в том числе с официально зарегистрированными показаниями физиобронхиальной астмы и конечно же формы для системного применения будут выражены все эффекты клембутерол один из таких препаратов он зарегистрирован в нашей стране именно по показаниям бронхиальная астма для чего используют клембутерол в мире клембутерол вот например мистер Уилл Клей извините известный прыгун атлет многократный олимпийский чемпион использует вроде бы как для лечения бронхиальной астмы но на самом деле спортсмены атлеты используют их за их анаболический эффект как ни странно есть такой бета-2 адреностимуляторов анаболический эффект увеличивается мышечная масса впервые это было продемонстрировано очень ярко продемонстрировано в эксперименте на крысах ну и после чего атлеты взяли на вооружение и стали использовать этот препарат кроме того бета-2 агонисты увеличивают выносливость повышают выносливость то есть лучше бегается лучше дышится лучше прыгается все лучше поэтому он является одним из таких препаратов средств которыми злоупотребляют атлеты мы же сталкиваемся с бета-блокаторами для систем бета-стимуляторами для системного использования в акушерской практике здесь приведем пример гексапринолина препарат который используется как токолитик кардиотоксичность этих препаратов заключается в тахикардии поскольку несмотря на то что в миокарде присутствуют у нас сердечные мышцы присутствуют в основном представлен первый подтип бета-адренергических рецепторов но при системном воздействии бета-2 агонисты могут терять селективность и стимулирует также бета-1 адренорецепторы вызывает афикардия фибрилляция предсердия как следствие спазм коронарных сосудов коронарных артерий транзиторная гипокалиемия это тоже в структуре механизма действия бета-аконистов и у беременных при использовании средств как токолитиков тоже опубликованы случаи тяжелых осложнений и клинически значимые нарушения ритма и случай отека легких и даже случаев смерти справедливости ради скажу в отношении гексапринолина которые используются в нашей стране эти явления зарегистрированы не были но все-таки следует соблюдать осторожность потому что все эти кардиотоксичные проявления являются использованием класса и могут в большей или меньшей степени быть характерны для любого из его представителей из новых препаратов агонистов бета-рецепторов но уже другого подтипа бета-3 рецепторов миробегрон это средство для лечения гиперактивного мочевого пузыря тоже характерна кардиотоксичность в виде дозы зависимой тахикардии гипертонии хотя компания производитель которая проводила клинические исследования подтверждала риск возникновения гипертонии но при подсчете их оказалось что она не достигала статистической достоверности тахикардия кстати говоря достигала именно гипертония не достигала но это новый препарат и мы подождем что будет при его более широком использовании для того чтобы абсолютно судить о выраженности его кардиотоксичности или об отсутствии таковой из прочих часто встречающихся средств которые не являются лекарственными препаратами в большинстве случаев если мы не говорим о специальных средствах которые помогают людям отказаться от курения которые содержат небольшое количество никотина никотин чаще всего поступает в организм человека не с лечебной целью а как раз таки с рекреационной основными повреждающими факторами является сам никотин и реактивной формы кислорода которые повреждают эндотели стимулирование от стилхолиновых рецепторов приводит к высвобождению адреналина из нервных окончаний в этом с этим связан стимулирующий эффект никотина одновременно стимулируется точно так же как любыми катахоламинами стимулируется агрегация тромбоцитов немедленные эффекты заключаются в гипертонии и тахикардии тоже можно проназвать их проявлением кардиотоксичности то есть сердечно-сосудистой токсичности мы говорим о кардио но подразумеваем токсичность со стороны и сердца и сосудов как единого блока сердечно-сосудистой системы при долгосрочном воздействии никотина повышается риск нарушения ритма инсульта инфаркта фибрилляции предсердий неизбежно развивается эндотелиальная дисфункция которая стимулирует атерогенез стимулирует атеросклероз и является прямой дорогой к инфаркту миокарда я опускаю воздействия алкоголя которые тоже достаточно специфичны которые в отличие от никотина в основном вызывают алкогольную кардиомиопатию но все мы о ней тоже хорошо знаем больше поговорим все-таки о непосредственных лекарственных средствах левосиминдан по механизму действия является так называемым сенситизатором к кальцию он стимулирует фактически неизбирательно стимулирует сокращение мышечных волокон за счет повышения чувствительности к кальцию активно-миазиновых комплексов показан при острой декомпенсации хронической сердечной недостаточности по сути тоже является жизнесохраняющим средством но это жизнесохраняющее средство характеризуется очень выраженной очень часто встречающейся кардиотоксичностью в виде фибрилляции предсердий трепетания предсердий желудочковой экстрасистолии фибрилляции желудочковой больше чем 10% случаев применения возникают эти осложнения мы говорили уже немного об антидепрессантах говорили о селективных ингибиторов и не селективных ингибиторов обратного захвата норадреналина но скажи что в амбулаторной практике более распространена антидепрессанты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и эта группа препаратов недаром распространена в амбулаторной практике потому что она является достаточно безобидной с точки средней токсичности то есть среди всех антидепрессантов у СИОЗС токсических проявлений встречаются реже чем для других представителей этого большого класса препаратов но есть у них один побочный эффект который возникает редко но он очень тяжелый серотониновый синдром возникает он при приеме либо очень высоких доз либо и чаще всего при сочетании препаратов повышающей концентрацию серотонина это могут быть кокаин то есть не препараты а средства использования бытового трициклические антидепрессанты литий леводопок робомазепин ну или низолит тоже в структуре серотонинового синдрома серотониновый синдром не ограничивается именно кардиотоксичностью но в структуре серотонинового синдрома присутствует и гипертония и токикардия очень выраженная лечение заключается в применении бензодиазепинов и есть одно специфическое средство которое не зарегистрировано в нашей стране как средство лечения серотонинового синдрома зарегистрировано как антигистамин но оно является патогенетически обоснованным фактически антидотом ципрогептодин оно у нас доступно это редкий случай для многих антидотов у нас очень многих антидотов в стране нет к большому сожалению но здесь есть хотя он такой очень замаскированный завуалированный антидот идем дальше блокаторы кальциевых каналов мы знаем что блокаторы кальциевых каналов могут быть кардиоспецифичными веропамил вазоспецифичными нефизипен смешанными дилтиазы в чем состоит их возможная кардиотоксичность веропамил у пациентов с предсуществующей систолической дисфункцией может вызывать левожелудочковую недостаточность очень часто возникает путаница для лечения сердечной недостаточности мы используем бета-адреноблокаторы бета-1-адреноблокаторы и казалось бы то есть назначили мы пациенту сердечной недостаточностью бета-адреноблокаторы потом выяснилось вдруг что этого пациента бронхиальная астма и традиционно если бета-адреноблокаторы оказывают негативное воздействие вызывает спазм бронхов нам хочется поменять бета-адреноблокаторы на тот же самый веропамил который тоже будет уменьшать частоту сердечных сокращений тоже будет кардиоселективно действовать казалось бы одно и то же но в отношении сердечной недостаточности это абсолютно разные препараты ведь если мы вспомним за счет чего бета-блокаторы оказывают положительные воздействия на пациентов сердечной недостаточности они с одной стороны блокируют бета-адренорецепторы которые отвечают за сократительную способности но с другой стороны они эти бета-адренорецепторы собой защищают при применении бета-блокаторов этих бета-рецепторов на поверхности кардиомиоцитов со временем становится больше и сократительная способность миокарда увеличивается и в случае необходимости миокард способен отреагировать сокращениями на обстоятельства когда от него требуется повышение сократительной способности то есть у пациента уменьшаются проявления сердечной недостаточности аверопамил не блокирует не защищает никакие адренорецепторы он их просто не трогает и он как раз таки уменьшая сократительную способность миокарда блокируя кальциевые каналы просто уменьшает сократительную способность миокарда и у ряда пациентов может вызывать усугубление сердечной недостаточности вот это очень важный момент о котором Я надеюсь, что в этой аудитории все об этом знают, и мы просто напоминаем еще раз друг другу. Нефедипин, кальциевый антагониз, действующий преимущественно на сосудистые русла, вызывает рефлекторную тахикардию, в особенности короткие формы нефедипина. В тяжелых случаях рефлекторная тахикардия сменяется брадикардией в результате прямого токсического воздействия на сердечную мышцу, которая тоже для нефедипина описана. Это, конечно, редко, это высокие дозы, это фактически интоксикация, но как проявление кардиотоксичности этот эффект присутствует. В этом случае наиболее патогенетически обоснованным будет применение кальция, глюкозно-инсулиновой смеси, атропина и гидротации для поддержания артериального давления. Трициклические антидепрессанты, я упоминала о сложности механизма их действия, и он действительно сложный, они взаимодействуют с очень многими медиаторами, они оказывают антагонистическое действие на альфа-1 адренорецепторы, и с этим связан такой эффект кардиотоксический, как ортостатическая гипотензия, рефлекторная тахикардия. Ортостатическая гипотензия может показаться достаточно безобидным побочным эффектом, но у пожилых людей ортостатическая гипотензия может быть началом конца, потому что пожилой человек может в такой ситуации упасть, сломать шейку бедра и не встать больше, и пожилой человек может при ортостатической гипотензии заработать в себе острое нарушение мозгового кровообращения. Поэтому это далеко не такое безобидное побочное действие, а действительно тяжелое для ряда уязвимой категории пациентов тяжелое осложнение. Блокады натриевых каналов он вызывает. Это сопряжено с такими проявлениями кардиотоксичности, как снижение сократительной способности миокарда, уширение комплекса КОРС и возникновение повышения риска развития желудочковых нарушений ритма. Блокада калиевой части калиевого канала, который имеет такую аббревиатуру, Human-Ethero-Go-Go канал, мы позднее о нем поговорим. Но, по сути дела, эта часть действительно калиевого канала, блокада которого приводит к увеличению интервала КУТЭ. О увеличении интервала КУТЭ мы будем подробнее разговаривать об этом чуть позже. Это прямой путь к жизнеугрожающему ритме типа пируэт. Здесь приведены только те механизмы трициклических антидепрессантов, которые можно связать с кардиотоксическими проявлениями. На самом деле они блокируют и холинергическую передачу, и вмешиваются в обмен гистамина. Много-много у них побочных эффектов, вернее разных эффектов, много точек приложения к действию, и в результате много побочных эффектов разных. Еще одно отступление от клинической медицины в спортивную медицину. Сегодня мы много делаем отсылок к спортивной медицине, назовем ее медициной для повышения спортивных результатов, которые назначают это врачи или рекомендуют врачи. В ряде совсем неблагоприятных случаев люди, не занимающиеся профессиональным спортом, пытаются использовать сами. Ну, конечно же, ну, какая копия сломана о вреде использования анаболических стероидов. Так вот, кардиотоксичность здесь выражена в полной мере. Анаболические стероиды увеличивают мышечную массу, да, это факт. Но они увеличивают мышечную массу не только скелетной мускулатуры, они увеличивают и мышечную массу самого миокарда. Со всеми вытекающими посредствами. Посредственно, в чем они состоят? Они состоят в том, что возникает гипертрофическая кардиомиопатия, гипертрофия миокарда, постепенно она дезадаптируется. То есть, во-первых, у спортсменов и так возникает некоторая гипертрофия миокарда при длительных, высокоинтенсивных нагрузках. Вот тут она становится дезадаптивной, потому что она неконтролируема, не успевает организм компенсировать растущую мышечную массу миокарда. Возникает в результате недостатка питания этого миокарда фиброзные изменения и развивается постепенно вот эта масса, она не справляется, теряется кротитную способность, возникает сердечная недостаточность, повышение риска аритмии и повышение риска внезапной смерти. Что еще делают анаболические стероиды? Они повышают артериальное давление вследствие задержки жидкости и натрия, повышают риск тромбообразования. И для тех, кто, может быть, знает людей, которые только в самом начале пути используя анаболических стероидов, хочу сказать, что в начале пути большая часть этих эффектов носит добротемый характер, поэтому остановиться нужно. Бетаблокаторы. Бетаблокаторы очень широко используются в кардиологии, имеют большое количество показаний. И из них немыслима современная медицина. В целом, их распространенность такая широкая, она определяется еще и достаточно благоприятным профилем безопасности. Относительно благоприятным профилем безопасности. Но есть определенные оговорки, определенные ситуации, в которых бетаблокаторы тоже могут оказываться токсичными для сердечно-сосудистой системы. Это пациенты с нестабильной гемодинамикой или пациенты, у которых доза бетаблокаторов тетруются слишком быстро. Если у этих пациентов есть сердечная недостаточность, мы говорили с вами уже о том, что бетаблокаторы, в общем-то, лечат сердечную недостаточность, и показаны, и в этом был переворот в медицине, от противопоказаний при этом заболевании. Бетаблокаторы перешли в нишу показаний при этом заболевании. Но если быстрая тетровая доза, можем наблюдать усугубление симптомов сердечной недостаточности. Кардиотоксичность чаще возникает, поскольку эти препараты, повторюсь, действительно относительно безопасны при грамотной цитрации доз и учете побочных эффектов на моменте назначения этих препаратов. Но кардиотоксичность возможна в результате лекарственных взаимодействий, которые мы можем не учитывать. Ну или при передозировке. И в основном побочные кардиотоксические эффекты будут проявлять симпродикардии, разной степени выраженности облокады и вытекающие отсюда асистолии. Мы поговорим немножко позднее о факторах лекарственного взаимодействия, в том числе приводящих к побочным эффектам бетаблокаторов. Ну а сейчас блок, который, наверное, самый важный в отношении кардиотоксичности разных групп лекарственных средств, это аритмогенная кардиотоксичность. Аритмогенные лекарства, много их или мало. Аритмогенность может проявляться, может развиваться за счет разных механизмов. Один из механизмов, и причем действительно многие из этих механизмов, они являются и антиаритмическими, и проаритмическими. Поэтому аритмогенность это такой парадоксальный побочный эффект большинства антиаритмических препаратов. Если мы вспомним физиологию сокращения сердечной мышцы, мы вспомним, что есть такой потенциал действия. То есть когда импульс приходит к кардиомиоциту, он приводит к открытию натриевых каналов, натрий устремляется внутрь клетки, затем открываются калиевые каналы, натриевые закрываются, калий выходит из клетки, происходит изменение поляризации мембраны, что приводит к открытию кальциевых каналов, которые уже стимулируют сокращение сердечной мышцы. А затем баланс этих электролитов, натрий выходит наружу, калий заходит внутрь клетки за счет работы натрия калиевого насоса. Это такое очень упрощенное представление о потенциале действия. Соответственно, воздействие на любой из этих механизмов может обладать и антиаритмическим, и проаритмическим действием. В отношении натриевых каналов разные средства, лекарственные и доктические, могут вызывать как блокаду их закрытия. Например, аконитин, это известный яд, которым смазывали аборигены свои стрелы, может приводить к блокаде закрытия, то есть постоянно открытым натриевым каналам. И к угнетению функций натриевых каналов. К угнетению функций натриевых каналов приводят местные анестетики противоэпилептические средства, антиаритмики первого цикласса, в лекаре нитропофенон. При этом, кроме антиаритмического эффекта, поскольку мы нарушаем непосредственную природу формирование импульсов, мы нарушаем поляризацию, электрическую стабильность мембран, мы можем таким образом стимулировать аритмогенный эффект. Пропофенон стимулирует желудочковое сокращение, может вызывать желудочковую тахикардию. Частота менее 1%, но все-таки этот эффект можно отнести к достаточно частым. Если вы вспомните, когда мы говорили о гепатотоксичности, то лекарственный гепатит это один случай на 10 тысяч, допустим. А здесь 1 на 100, не тысяч, а просто 1 на 100 пациентов. Такие же эффекты проаритмогенные могут вызывать местные анестетики при их попадании в кровоток в систему. При этом из широко распространенных анестетиков бупевокаин вызывает чаще других такие осложнения, лидокаин реже других. Как ни странно, это меня заинтересовало. Появился сейчас новый способ лечения, такой антидот, неожиданный довольно, липидная эмульсия. Открытие эффективности липидных эмульсий как средство для лечения аритмогенного эффекта анестетиков было сделано случайно совершенно. В исследованиях на животных экспериментаторы думали как раз-таки усилить аритмогенный эффект, но получили обратное действие. Ну и когда стали думать, в чем же состоит лечебное воздействие липидных эмульсий, решили, что они забирают препарат из тканей, из мест связывания с мишенью воздействия в липидные мицеллы и таким образом его нейтрализуют. Действительно, все больше появляется публикация о таком новом способе лечения таких осложнений. С лидокаином была достаточно громкая история. Лидокаин – это один из таких антиаритмиков, которые оказывают минимум гемодинамических эффектов, практически не оказывают. Кроме того, лидокаин очень быстро метаболизируется, его действие достаточно короткое, и он очень часто традиционно использовался для лечения желудочных нарушений ритма. И поскольку у пациентов с инфарктом миокарда в раннем периоде возникает катехоламин-зависимое желудочного нарушения ритма, была выдвинута такая идея, предложение было вынесено, использовать лидокаин всем пациентам с инфарктом для профилактики желудочных нарушений ритма. Стали использовать, стали проводить исследования. Когда сделали метаанализ исследований, обнаружили, что те пациенты, которые получали лидокаин для профилактики, погибали чаще именно от желудочных и тахикардии. То есть, несмотря на то, что лидокаин сам по себе не так часто вызывает это осложнение, если использовать его рутинно, этот побочный эффект становится действительно серьезным. И, конечно, его профилактическое действие не оправдывает вот этот возрастающий риск гибели. Поэтому отсюда появился интерес к аритмогенному действию антиаритмиков. Отсюда его стали изучать. Ну и отсюда же изменилось отношение к профилактическому использованию этих препаратов. В таких ситуациях, когда не нужно. Я упоминала уже несколько раз такой особый рецептор, канал, вернее, который, аббревиатуру, если просто прочитать латинские буквы, английские буквы по-русски, можно назвать HERG. По-английски это название звучит Human Ether Go Go канал. Очень интересно происхождение этого названия. Вот это из скучной лекции. Немножко хочу поделиться такой исторической справкой. Обнаружили этот канал у дрозофил, исследователей у дрозофил. И обнаруживали, изучали функции этого канала, и у ряда дрозофил была мутация в этом канале. И у тех дрозофил, у которых была мутация в этом канале, когда им давали эфир, эфир, они начинали очень быстро двигать лапками, как будто танцевать. И исследователи, генетики, которые описали этот эффект, назвали этот канал именно так. в честь бара, танцевального известного места в Лос-Анджелесе, в Голливуде, Whiskey A Go Go. Вот они назвали этот канал Ether A Go Go канал в честь дрозофилы, эфира и танцевального клуба американского. Так вот его исторически зафиксировали. Этот канал имеется в миокарде человека, и его значение огромное. Он является, по сути дела, частью одной из субъединиц калиевого канала. И эта субъединица, она обладает таким свойством, она может соединяться, вернее, с ней может соединяться огромное множество самых разных лекарственных средств. Очень большое количество разных лекарственных средств. Он очень чувствительен ко многим лекарственным средствам. И что из этого следует? При его блокаде, при присоединении к нему вот этих разных лекарственных средств, он вызывает удлинение, то есть вот этот процесс вызывает удлинение интервала КУТЭ. Это самая частая причина лекарственно индуцированного удлинения интервала КУТЭ. И благодаря вот такой низкой селективности вызывать это удлинение могут любые, даже не кардиотропные препараты. Мы об этом поговорим. Ну и само удлинение интервала КУТЭ приводит к нарушению реполяризации и стимулирует развитие веретенообразной аритмии от французского названия Техсаде Пуан. То есть это пляска точек. Точный перевод может быть не такой, но она названа именно в связи с тем, в связи с характерным видом. Эти вот эти пляшущие точки, они нарастают амплитуды и их затем снова убывают. У нас она чаще называется веретенообразной аритмией по схожести формы этой вот этой фигуры на электрокардиограмме с формой веретена. 75% лекарственных средств в разработке находящихся не допускаются дальше именно из-за влияния на этот канал. Но это скорее хорошо, чем плохо, потому что после того, как роль этого канала в удлинении интервала КУТЭ была открыта, описана, за этим стали очень строго следить разработчики лекарств. И потенциально жизнеугрожающие лекарственные средства на сегодня не допускаются до клинической регистрации. Именно в том случае, если они значимо связываются с этим каналом, с этой субъединицей и могут вызывать удлинение интервала КУТЭ. Блокаду этого канала вызывает ряд природных токсинов, например, ряд яд скорпиона, анеманы, и тоже они могут вызывать нарушение ритма. На этом слайде я хочу показать, перечислить некоторые лекарства, которые были отозваны до того, как начали следить внимательно за этим рецептором, за этим каналом. Это антигистаминные средства, такие как терфенадин астомизол, прокинетики цизоприд, спазмолитики триделин, которые мы не знаем фактически, хинолоны, грепофлоксацин, которые мы, к счастью, тоже не используем, и антипсихотики, теоридозин, который мы очень широко используем сегодня в основном у пожилых людей. Пожалуйста, обратите на это внимание. Он был отозван по причине удлинения интервала КУТЭ. Я встречала такие ситуации, когда в соматических стационарах теоридозин проходили по палатам и всему пожилому населению, чтобы хорошо спали, но очень никому не мешали, раздавали теоридозин. Какие факторы могут предрасполагать к желудочковой тахикардии типа пируэт или веретенообразной ритмии? Это отсутствие в эффектах блокады кальциевых каналов. Что я имею в виду? Я имею в виду препарата с множеством механизмов действия. То есть здесь скорее отобратно. Например, антиаритмик амеодорон, который, по сути дела, блокирует, он характеризуется, соединяя в себе свойства разных классов антиаритмиков. Он блокирует немножко и натриевые каналы, в основном калевые каналы, которые как раз-таки и способны в большей степени вызывать удлинение интервала КУТЭ и аритмии, но в том числе блокирует кальциевые каналы. А коль скоро он блокирует кальциевые каналы, он уменьшает за счет этого вхождение кальция неконтролируемое и, соответственно, неконтролируемое сокращение кардиомиоцетов. Поэтому при применении амеодорона, несмотря на его классовую принадлежность, вероцинообразные аритмии при его применении возникают реже, чем при применении других средств этого класса. Гипокалиемия предрасполагает к таким желудочным тахикардиям гипомагниемия, увеличение КУТЭ без тахикардии, женский пол является фактором риска, поскольку у женщин физиологически длиннее интервал КУТЭ и чаще достаточно небольшого воздействия для того, чтобы вызвать значимое удлинение. Пожилой возраст вспоминаем магния сольфата. На этом слайде я хочу напомнить о взаимоотношении к частоте сердечных сокращений удлинения интервала КУТЭ. При низкой частоте сердечных сокращений удлинение интервала КУТЭ должно быть более выраженным для того, чтобы оказаться клинически значимым риском вероцинообразной аритмии. Ну и дальше, чем чаще, тем менее значимое увеличение интервала КУТЭ необходимо для того, чтобы реализовался риск вот этой жизнеугрожающей аритмии. Мы говорим о некорригированном интервале КУТЭ. Вот эти все факторы, факторы частоты сердечных сокращений учитывают корригированный интервал КУТЭ. И именно на него мы должны ориентироваться. Ну и вот здесь вы видите те препараты, которые могут вызывать удлинение интервала КУТЭ по описанному нами с вами механизму. Антиаритмики третьего класса блокадры калиевых каналов саталол, амеодорон, дронидорон. При этом амеодорон и дронидорон характеризуются низким риском. Причины я описала. Антиаритмики первого класса про каиномид, например. Ряд антипсихотиков. Достаточно широкий ряд антипсихотиков. Вы видите драпиридол, колопиридол, хлорпромазин, таминозин, квитиопентиоритозин, трициклические антидепрессанты, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. В ряде случаев они характеризуются очень низким риском, но среди всех представителей уцеталопрама он несколько выше. Для хинолонов удлинение интервала Куте считается класс-эффектом, так же, как для макролидов. Но все-таки он выражен не одинаково в группе торхинолонов. Наибольший резко отозванного когда-то с рынка грепа флоксацина и спарфлоксацина, который не был отозом, надо сказать. Офла левоципра занимает промежуточное положение, вернее, как раз-таки характеризуется низким риском, а максифлоксацина занимает промежуточное положение в риске удлинения интервала Куте. Тоже можно учитывать при выборе вторхинолонов. Вообще, такое чрезмерное распространение в амбулаторной практике применения антибиотиков группы вторхинолонов, оно достаточно небезопасное, нерациональное и совсем недавно я хочу напомнить об еще одном предупреждении, которое было выпущено нашим роздрафнадзором, о том, что вторхинолону могут вызвать внезапную гипогликемию уже с самого начала применения. мы оставим в стороне его стимуляцию центральной нервной системы, снижение судорожного порога, фототоксические реакции, фотосенсибилизирующие действия, много-много всего, ну и тендениты у лиц пожилого возраста и у детей, за чего у детей не применяется, и они не применяются у детей. Не самое безопасное средство, поэтому они должны рассматриваться как антибиотики первого ряда, несмотря на сложившуюся на сегодня практику очень широкую. Макролиды из макролидов эритромицин, кларитромицин способны удлинять интервал КУТ, азолы, флуконазол, кетоконазол, андонцитрон, противорвотное средство, ну и ряд других препаратов, которые вы видите ниже. Их много, этих препаратов, из тех, которые были зарегистрированы ранее и не были отозваны. До сих пор многие могут действительно вызывать это удлинение. Блокаторы натрий-калиевого насоса, я описывала его роль, он призван восстановить мембранный потенциал кардиомиоцита, но есть специфические препараты, к которым относятся сердечные гликозиды, которые блокируют натрий-калиевый насос. Благодаря этой блокаде они стимулируют сократительную способность, то есть натрий-калиевая помпа не работает, но натрию нужно вернуться, вернее выйти из клетки и вместо натрий-калиевого насоса включается натрий-кальций, то есть натрий выводится, а кальций поступает в клетку и за счет этого увеличивается сократительная способность миокарда. Но при этом мембрана остается в нестабильном состоянии, что предрасполагает к аритмогенным эффектам, в частности желудочковым нарушением ритма. Точно такие же эффекты характерны для ряда ядов. Сок желтого леандра, который, кстати говоря, в Крыму растет совершенно свободно и нужно мыть руки всегда, когда вам потрогали этот кустик. Политоксин яд тропических водорослей и кораллов Таити и Гавайских островов. Случаи отравления для любителей ездить в страны заморские описаны случаи отравления человека этим ядом после употребления в пищу крабов и рыбы. Причем это может случиться не только на Таити и Гавайских островов, но и в южных штатах американских и в Японии при употреблении рыбы в Японии. Вот здесь, по-моему, у меня съехала немножко моя картинка, которая была призвана показать, чем опасен дегоксин и почему он может очень легко при совместном применении с другими препаратами вызывать токсические проявления. Этот препарат схарактеризуется узким терапевтическим интервалом. Что это значит? Это интервал концентрации такой, в котором препарат оказывает лечебное и не оказывает токсического воздействия. Когда-то этот интервал распространялся до 2 нг на мл. Потом он был сужен с 0,5 до 1. Тут немножко шире показано, чем на самом деле. Соответственно, именно в этих рамках мы должны поддерживать дегоксин, поэтому очень часто в мире назначают, в большинстве стран Запада назначают дегоксин под контролем концентрации. У нас реже. Но, если пациент одновременно принимает ингибитор АПФ, амиодором, блокаторы кальция, каналы спиридлактона, мипрозолустатины, все эти лекарства были описаны как возможная причина увеличения концентрации и повышения риска токсических эффектов. Кардиотоксичность характеризуется не только дестабилизацией мембраны желудочеком и нарушением ритма, но и центральным действием сердечных гликозидов. Это ваготоническое действие, за счет которого не вызывает брадикардию и атриевентрикулярную блокаду, блокады и проведения. Но вот этот первый эффект является гораздо более скромно выраженным, чем второй желудочек нарушения ритма. В мире зарегистрирован, но не в России, зарегистрирован специфический антидот Digibind, который нейтрализует антитела к дегоксину, которая при внутривенном введении нейтрализует его, и это позволило снизить летальность от токсических проявлений дигиталисной интоксикации с 20 до 7%. Ингибиторы фосфодиэстеразы тоже широко применяемы в амбулаторной практике препараты. Очень часто пациенты сами себе их назначают по совету соседей. Теофилин. Будучи ингибитором фосфодиэстеразы, он стимулирует сердечную мышцу, вызывает тахикардию, аритмию разного характера, потенциально жизнеугрожающую и тоже характеризуется узким терапевтическим интервалом. Фингалимод, средство из более новых, средство для лечения рассеянного склероза, модулирует, по механизму действия заключается в модулировании рецепторов сфингазин-1-фосфата, вызывает выраженное снижение частоты сердечных сокращений уже в самом начале лечения, может вызывать блокадовое проведение. Как правило, не зарегистрировано в случае фатальных исходов при применении фингалимода, это все под внимательным наблюдением можно контролировать, и это может быть приходящим эффектом, но контролировать параметры ЭКГ обязательно нужно. Ряд других препаратов необъяснимым механизмами тоже могут вызывать нарушения, разные нарушения потенциала действия, ритмогенности, влияние на проводящую систему, не будем останавливаться, клозапин, я немножко начинаю торопиться, потому что понимаю, что не укладываюсь в отведенное мне время, хочется сказать о самом важном, не будем говорить об отдельном, я говорила о том, что отдельным механизмом кардиотоксических проявлений является болезнь клапанов, существует механизм стимуляция определенного типа серотониновых рецепторов, и вот стимуляция этого типа серотониновых рецепторов могут вызываться препаратами эрготы, кабергалином, тем же экстази, фенфлорамином, возникает пролиферация интерстиции клапанного аппарата, утолщение и в результате недостаточность клапанов, рекоргитация, которые могут иметь клиническую значимость, это довольно редкое проявление, но достаточно специфичный вид кардиотоксичности, поэтому мы о нем здесь говорим, перикардит, еще одно редкое проявление, этиология точно не ясна, но предполагается иммуноопосредованная реакция, в первую очередь это те лекарства, которые мы со студенческой скамьи учили, как лекарства, вызывающие волчаночно-подобный синдром, это изаниазид, гидролазин, прокаинамид, при длительном применении, да сейчас его так не применяют, и поэтому не может при внутривенном простом использовании вызвать волчаночно-подобный синдром, сульфасалазин, но и могут. Более новые препараты инфлексимаб, натализумаб, метатрексат, цифлоспорин и интерфероны, ряд противоопухолевых препаратов, все они могут вызывать перикардиты. Повторюсь, это гораздо более редкое проявление кардиотоксичности, чем те же самые аритмогенные эффекты, но это специфический вид, поэтому мы его рассматриваем. Существует большое количество сочетаний лекарственных средств, которые могут стимулировать те или иные виды кардиотоксичности. На их основе формируются противопоказания к совместному использованию или предосторожности, но некоторые лишены предосторожности, и мы можем назначать их не задумываясь, не взначаясь. например, бета-блокаторы, если их назначить вместе с виропамилом, будут вызывать брадикардия и авоблокаду. С дегоксином это частое назначение, оно используется клинически, клинически может быть оправданно, но мы должны помнить, что возрастает у пациентов риск брадикардии и авоблокады за счет синергичного действия. Амеударон с хиналонами могут синергично вызывать более выраженный риск удлинения интервала КУТЭй и желудочков нарушений ритма. Я говорила о том, что лекарственные взаимодействия могут быть причиной возникновения побочных эффектов у бета-блокаторов. С чем это связано? Напомню, в одной из предыдущих лекций я говорила о таком механизме 2D6 цитохром. 2D6 цитохром отвечает за метаболизм бета-блокаторов в том числе в печени. Когда мы подбираем дозу, мы ориентируемся на физиологическую скорость метаболизма метапролола для других бета-блокаторов, которые метаболизируются через систему этого цитохрома, на его физиологическую активность. Но если мы назначим одновременно ингибитор совершенно другому поводу, независимый от лечения сердечно-сосудистых заболеваний, это приведет к блокаде метаболизма метапролола, повышение его концентрации, соответственно, увеличение числа побочных эффектов. непредсказуемо, потому что мы просто не задумываемся о том, что мы назначили потенциально значимые взаимодействующие средства. Вот на этом слайде тоже, к сожалению, съехал результаты нашего исследования, которое довольно-давно мы проводили. Мы определяли концентрацию метапролола и его альфа-гидроксиметаболиты, которые образуются с помощью цитохрома по 450 2D6. Вот такими они были подобраны у пациента. Этот пациент перенес, вернее, это был не один пациент, просто одного я вспоминаю наиболее ярко. Это было 10 пациентов, которые получали метапрололы. У них были вот здесь усредненные концентрации. А потом по разным причинам, тогда это было даже в рекомендациях по лечению инфаркта миокарда, пациентам назначали селективный ингибитор обратного захвата серотонина для лечения реактивных депрессивного спектра расстройств. Конечно, инфаркт миокарда это шокирующая ситуация. И вот тогда было принято назначать СИУЗС. Но они, в частности пароксетин, который был распространен тогда, угнетали метаболизм. Были как раз ингибиторами цитохрома P450 2D6. И посмотрите, буквально неделя проходила, и вот насколько вырастали концентрации метапролола. И, соответственно, снижались концентрации его метаболита. Это приводило к... Ну вот, да, тут это видно отчетливо. Вот так вот повышались эти концентрации. Это приводило к побочному эффекту. Точно так же, если мы применяем у пациента блокатори кальциевых каналов антиоритмики 1b-статин, которые метаболизируются другим цитохромом 3, 4, 5, и одновременно назначим ингибиторы, мы можем ожидать от этих препаратов с широким терапевтическим интервалом реализации побочных эффектов. Следующим блоком я хочу рассказать, говорить о токсичности противоопухолевых средств. Противоопухолевые средства это те препараты, в применении которых мы не останавливаемся ни перед чем. Перед их недостаточной изученностью существует огромное количество программ раннего доступа, когда любое средство, которое может потенциально спасти жизни пациентам, оно допускается в клиническую практику до того, как оно изучено на тысячах-тысячах пациентов. Это противоопухолевые средства. И с токсичностью их мы тоже миримся, потому что они потенциально могут спасти жизнь. Но вот токсичность противоопухолевых средств выражена очень существенно и в первую очередь выражена их кардиотоксичность. Именно поэтому Европейское кардиологическое общество в 2016 выпустило даже так называемую определило свою позицию, которая описывала риски кардиотоксичности при применении противоопухолевых средств. И что нам с ними делать? Антрациклины являются, как вы видите, дозозависимыми, наиболее мощными кардиотоксичными препаратами. Частота дисфункции левого желудочка здесь указана от 18 до 48% при применении в наиболее высоких дозах, в малых дозах 3-5% это доксрубицин. Идрубицин, эпирубицин чуть меньше, метоксандрон еще меньше, липосомальная антрациклина является более безопасным. Для алкилирующих агентов тоже характерно в достаточно высоком проценте случаев частота от 7 до 28% дисфункция левого желудчика. На этом слайде вы видите, что более новая ингибиторы тирозинкиназа менее вовлечены в этот побочный эффект, моноклональные антитела тоже в меньшей степени. Ну и разные средства виролимус, тамсиролимус и так далее по-разному, но в больше или меньшей степени этот побочный эффект, это проявление кардиотоксичности характерны для очень многих противоопухолевых современных лекарственных средств. Факторами риска являются обычные факторы риска. Кумулятивная доза, женский пол, возраст либо старше 65, либо моложе 18, наличие почечной недостаточности, предшествующая лучевая терапия с захватом сердца, сопутствующая применение алкилирующих агентов иммунотерапии, таргетной терапии, сопутствующие заболевания сердца. На этом слайде вы видите, я уже показывала на первом слайде, который был прямой цитатой из публикации Европейского общества кардиологов. Относительная токсичность у доксорубицина максимально выражена, эпирубицин, даунорубицин меньше и дорубицин меньше всех. Здесь указаны токсические дозы, дозы кумулятивные, вернее, при которых токсичность возрастает до 5%, для того, чтобы клиницисты могли ориентироваться на них, если есть возможность минимизировать кардиотоксические эффекты антрациклинов. Особая группа препаратов блокадра эпидермального ростового фактора человека, они оказывают тоже прямое влияние на сократительную способность миокарда и вызывают дисфункцию левого желудочка. Факторы риска фактически можно не перечислять, они везде фактически одинаковые, но здесь еще присутствует дополнительный фактор риска в виде ожирения. Ингибиторы фактора роста эндотелия сосудов вызывают гипертонию от 20 до 40 процентов пациентов. Значимое количество, это чуть меньше половины. Кроме того, не вызывают дисфункцию эндотелия, повышают риск тромбоза. Наиболее выражены эти эффекты для бевоцизумаба, для ряда ингибиторов тиразинки нас. Поэтому при применении всех противоопухолевых средств Европейское общество кардиологов рекомендует нам внимательно мониторировать фракцию выброса левого желудчика. Обязательно на входе контролировать, проводить УЗИ эхокардиографии и мониторировать на фоне терапии. Снижение фракции выброса больше, чем на 10% от исходного будет являться значимым фактором, который может свидетельствовать о проявлении кардиотоксичности. Радионуклидная диагностика считается более точным методом, потому что эхокардиография все-таки подвержена субъективности интерпретации и зависит от того, кто выполнял исследование в первые и последующие разы. МРТ тоже рассматривается как более надежный метод диагностический. Ну и используется также маркиру повреждения миокарда, которые широко доступны, но еще не определены критерии диагностические для того, чтобы использовать их как предикторы токсичности. Противобухолевые лекарственные средства могут вызывать не только дисфункцию левого желудчика, но и коронарная болезнь. Посмотрите, здесь перечислены лекарственные препараты и нелекарственная лучевая терапия. Они вызывают повреждения эндотелия, вазоспазм, тромбатические эффекты, прокагулянтные эффекты, достаточно высокую частоту, например, 5-терурацил, капицитабин, гемцитабин, до 18% манифестные ишемии миокарда и еще 7-10% бессимптомной ишемии миокарда. Достаточно значимая кардиотоксичность. Аритмогенный эффект у противопухолевых лекарственных средств тоже несомненно присутствует. Это и брадикардия, и тахикардия, и нарушение проведения наджелудочековой аритмии желудочковой и внезапная смерть. Удлинение интервала КУТЕ безусловно, разумеется, с разной частотой возникновения для разных препаратов. Антрациклина опять-таки здесь является одним из лидирующих. Токсорубицин наиболее известен как пример кардиотоксических противоопухолевых лекарственных средств. Ингибиторы тирозинкинас в разной степени вызывают такие повреждения. Факторами риска являются те же факторы, которые мы с вами уже перечисляли. Позвольте не останавливаться на них. Противоопухолевые средства могут вызывать и тромботические осложнения. И есть определенные факторы, которые ассоциируются с повышением риска тромботических осложнений. Это первичный вид рака, гистологический тип аденокарцинома чаще, метастатическая стадия, пожилой возраст, женский пол, африканское происхождение, африканцы более склонны к тромбообразованию, сопутствующие болезни, ряд сопутствующих заболеваний, тромбоэмболии в анамнезе, ну и определенные особенности терапии, либо перенесенная большая хирургия, либо стояние длительного центрального венозного катетера, либо переливание крови, гормональная терапия и длительная госпитализация. Все это понятные факторы, но ввиду очень частой кардиотоксичности, сердечно-сосудистой, вернее, если более правильно сказать, токсичности противопухолевых средств, нужно онкологам напоминать о необходимости отслеживать эти факторы риска и не пренебрегать ими. Собственно, это первое, что рекомендует европейское общество кардиологов в плане предотвращения токсичности химиотерапевти, химиотерапевтических средств, оценивать факторы риска, компенсировать сопутствующие заболевания, избегать совместного назначения лекарств, удлиняющих антервалкуты, контролировать электролитный баланс, минимизировать облучение сердца, применение бета-блокаторов имеют протективные свойства и аэродные нагрузки. Для минимизации риска токсичности антрациклинов, как наиболее часто вовлеченных в эти побочные эффекты против химиотерапевтических препаратов, предлагается уменьшать по возможности кумулятивную дозу, использовать либо продленную инфузию, либо липосомальные формы, ингибитор АПФ или антагонист рецепторов ангиотензина и эстатина. Аэробные нагрузки, как и во многих других ситуациях, при проведении химиотерапии тоже имеют доказанные положительные влияния, самые разные, от положительного эмоционального действия до улучшения общего уровня бодрости организма. Гипертония, еще одно проявление сердечно-сосудистой токсичности при применении противопухолевых лекарственных средств. Вы видите, здесь перечислено, насколько часто встречается гипертония. И эти цифры все варьируют фактически от 20 до 40%, то есть очень часто. противопухолевые противопухолевые средства. Разрешите буквально несколько слов сказать о других очень важных группах препаратов, которые используются. Опять-таки мы возвращаемся в амбулаторную практику. Ингибиторы циклооксигеназ. Здесь уместно было бы сказать сначала обо всех нестероидных противовоспалительных средствах, но кардиотоксические проявления этой группы реализуются именно за счет ингибирования циклооксигеназ. И когда нестероидные противовоспалительные средства были заменены ингибиторами ЦОК-2 как СИБами во избежание их гастро- желудочно-кишечной токсичности, во избежание язвообразования, долгое время, вернее, до тех пор, пока не стали возникать действительно значимые фатальные события, у населения уже на пострегистрационном этапе, не обратили внимания на кардиотоксичность. Посмотрите, блокады циклооксигеназа второго типа приводят к снижению синтеза изорохидоновой кислоты, простагландинов и уменьшению выработки оксида азота сосудов. И не сбалансированно увеличивается активность циклооксигеназа первого типа, что приводит к повышению образования тромбоксана-2. Таким образом создаются условия для тромбообразования, для инфаркта миокарда, особенно при наличии факторов риска. Ну а дальше закономерное течение обстоятельств. Ингибиторы ЦОК-2, как СИБы, назначали именно пожилым людям, у которых максимальная потребность в обезболивающих противовоспалительных средствах в связи с артритами, артрозами, усталхандрозами. Пожилые люди это те самые люди, у которых есть факторы риска тромбообразования, шимическая болезнь сердца. И именно они стали погибать от инфарктов миокарда при применении рофиококсива, у которых этот эффект был наиболее выражен. Не только этот эффект является кардиотоксичным проявлением ингибиторов циклооксигеназа второго типа, но и повышение артериального давления. Здесь вы видите разные представители этих коксивов. Любой коксив по сравнению с плацебо повышает артериальное давление в 4 раза. Разные рофиококсив максимально все-таки недаром он был отозван с рынка. Остальные коксивы менее выраженные такое обычное действие вызывают, но тем не менее помнить об этом нужно. Кроме того, нестероидные противовоспалительные средства все и коксивы и не селективные гибитры циклоксигеназ могут усугублять течение сердечной недостаточности за счет задержки жидкости и воды. Риск дозозависим, поэтому рекомендуется избегать высоких доз, но и любые НПВС также стимулируют повышение артериального давления. Другие лекарственные средства характеризующиеся токсичностью это эритропоэтины, которые повышают риск тромбозов и артериального давления. Глюкокортикоиды повышают риск артериального давления. Лакрица фактически пищевой продукт характеризуется минералокортикоидным эффектом. При применении в больших количествах лакрица может развиваться гипертония и гипокалимия. Ингибитор кальциневрина циклоспорин токролимус циклоспорин вызывает у очень большого числа пациентов повышение артериального давления посмотрите от 20 до 50 процентов у тех пациентов которые получают циклоспорин по поводу аутоиммунных заболеваний и до 100 процентов у тех пациентов которые получают его после трансплантации органов. Токролимус реже вызывает гипертензию но все-таки вызывает. Патогенетически обоснованным механизмом лечения способом лечения является применение антагонистов кальция в случае повреждения почек ангибитор АП повреждение почек для этих двух препаратов тоже характерно. Лифлунамид еще одно средство которое применяется в ревматологии тоже вызывает повышение артериального давления и в ревматологии и в онкологии может использоваться. Толидамид ленолидамид вызывает тромбозы. Еще одна группа которая может часто использоваться в амбулаторной практике тезолидендионы это средства гипогликемизирующие средства для лечения сахарного диабета ростиклитозон и пиоглитозон они известны тоже широко известны их во всех лекциях во всем мире лекциях посвященных кардиотоксичности цитируют как наиболее часто ассоциированных с развитием сердечной недостаточности при амбулаторном их применении. Реже но все-таки значимо они повышают риск ишемии миокарда инфаркт миокарда при этом риск погибнуть у пациентов не выше чем в группах сравнения но от этого в общем-то не особенно легче. На этом я закончу свой обзор наиболее значимых проявлений кардиотоксических разных групп на мой взгляд наиболее значимых групп лекарственных препаратов и напомню вам о том что каждый раз когда мы сталкиваемся с каким-то нежелательным эффектом с проявлением какой-либо токсичности мы должны помнить о существовании отечественной системы фармаконадзора о том что существует автоматизированная информационная система Росдравнадзор здесь вы видите картинку в которую каждый представитель лечебного учреждения может получить доступ и обязан по действующему законодательству регистрировать все жизнеугрожающие либо непредвиденные нежелательные лекарственные реакции вернее даже подозрения на них даже не будучи уверен в абсолютно отчетливой взаимосвязи помнить об этом обязательно и ни в коем случае не надо этим пренебрегать на этом я благодарю вас за внимание Плохо спите Слушай, ну это просто ужас Примите валимидин с валерьяной пустырником боярышником мятой и усиливающим их компонентом Димексид гель современная форма проверенного лекарственного средства с противовоспалительным и анальгизирующим действием применяется в комплексной терапии артритов артрозов невралгий при болях в спине а также при лечении ушибов и повреждений связок Димексид гель глубоко и быстро проникает в ткани и повышает проницаемость других лекарственных препаратов усиливает действие наружных форм нестероидных противовоспалительных средств и гепарина малотоксичен не оказывает побочного влияния на желудочно-кишечный тракт не имеет резкого запаха Димексид гель расширяет возможности лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата Здравствуйте уважаемые коллеги к трансляции присоединяется модератор онлайн-семинар аккредитован в программе непрерывного медицинского образования специальности целевой аудитории приведены на слайде если вы заинтересованы в получении кредитов программы НМО вам нужно выполнить несколько условий участвовать в трансляции не менее 90 минут закрывать экранные баннеры фиолетового цвета контроль присутствия и дать правильные ответы минимум на 3 из 5 вопросов тестового задания которые Ксения Александровна подготовила на основе материалов своей лекции в случае выполнения перечисленных условий коды подтверждения образовательных активностей будут предоставлены вам в течение 14 дней после завершения семинара вы получите уведомления по электронной почте сможете скопировать коды в своих личных кабинетах в разделе онлайн-семинары статистика сейчас инженер нашей трансляции открывает доступ к странице с тестовыми вопросами на ваших экранах появится зеленый баннер нажав на него вы перейдете во вкладку с вопросами на тестирование отводится 15 минут таймер обратного отчета времени находится в верхней части страницы напоминаю каждому вопросу по материалам лекции вам нужно выбрать один вариант ответа после ответа на 5 вопросов пожалуйста оцените общую удовлетворенность содержанием семинара по пятибалльной шкале и затем нажмите кнопку готова которая станет активной и подсветится синим цветом поблагодарить преподавателя можно с помощью кнопки голубого цвета в верхней части экрана вот так желаем вам успешного прохождения тестирования и переходим к тем вопросам которые вы прислали Ксении Александровне в чате первый вопрос написала Марина Сергеевна на ваш взгляд если на фоне применения ингаляционного форматерола в комбинации с ингаляционным глюкокортикостероидом удлиняется интервал КУТЭ возможно ли замена на другую молекулу длительно действующего бронходилетатора или нужно вовсе отказаться от этой группы есть ли более безопасные в этом плане длительно действующие бронходилетаторы Марина Сергеевна спасибо за вопрос но комбинация ингаляционного форматерола я так понимаю с ингаляционными глюкокортикостероидами ингаляционными вы пишете удлинение интервала КУТЭ достаточно нехарактерны в обычный эффект потому что повторюсь все-таки системное воздействие крайне незначительно и потом эти препараты не характеризуются таким свойством может быть все-таки это какое-то совпадение и нужно поискать другие причины для удлинения интервала КУТЭ и здесь честно говоря не вижу причин для замены на другую молекулу длительно действующих препаратов и тем более от отказа для отказа от этой группы спасибо Ольга Васильевна просит прокомментировать влияние на ритм кофеин содержащих напитков кофеин так же как упоминавшийся в лекции теофилин является по механизму действия ингибитором фосфодиэстеразой единственное отличие кофеина от теофилина является его большая тропность к фосфодиэстеразам центральной нервной системы поэтому он в первую очередь увеличивает уровень бодрствования действует на ЦНС и во вторую только очередь и менее значимы чем другие препараты этой группы влияют на фосфодиэстеразы кардиомиоцитов но все-таки влияют и поэтому точно так же сохраняется стимулирующее действие сохраняется повышенная способность открытия кальциевых каналов повышенная сократимость но в ряде случаев у предрасположенных пациентов могут возникать и нарушения ритма но повторюсь все-таки это не является настолько характерным настолько типичным с точки зрения механизма действия потому что все-таки он больше тропинга центральной нервной системы спасибо ирина дмитриевна интересуется можно ли где-то в санкт-петербурге определить состав тех или иных пищевых добавок ирина дмитриевна я боюсь что это могут сделать только официально уполномоченные лица рост драфнадзор или роспотребнадзор ранее была возможность такая ранее в санкт-петербурге был такой вернее он и сейчас есть центр контроля качества лекарственных средств когда-то туда можно было отнести бесплатно принимали от физических лиц в случаях если что-то смущало в лекарственных средствах и биологических добавках тоже они проводили полный анализ но уже несколько лет как это возможности это возможности нет и повторюсь это могут сделать только в рамках официальной проверки уполномоченные лица спасибо Татьяна Александровна пишет здравствуйте при развитии сырного синдрома одним из препаратов для купирования вы назвали нефидипин но нефидипин вызывает тахикардию которая уже у пациента имеется как быть Татьяна Александровна тут конечно же не существует абсолютно лишенных когда мы лечим один побочный эффект мы не можем не вызывать другой побочный эффект но поскольку возоспазм здесь будет более выраженным то применение нефидипена даже несмотря на возможность развития рефлекторной тахикаразии будет оправданным для экстренной помощи спасибо Александр Владимирович спрашивает обладают ли кардиотоксичностью новые оральные антикоагулянты препараты из групп оральных антикоагулянтов фигурируют в публикациях и обсуждениях кардиотоксичности только с точки зрения стимуляции кровотечений которые могут вызывать в частности они фигурировали в описании гидроперикарда как причина болезни перикарда называемого кардиотоксичностью но это достаточно условно такого специфического кардиотоксичного воздействия у них нет спасибо фаероза глиоловна благодарит вас за интересную лекцию и просит объяснить механизм действия глюкозоинсулиновой смеси при кардиотоксичности веропамила глюкозоинсулиновая смесь при кардиотоксичности веропамила действует таким образом я не скажу вам на молекулярном уровне но считается что она способствует оптимальной энергетической так скажем энергетическому балансу кардиомиоцитов и в сочетании с препаратами кальция способны более эффективно улучшить сократительную способность миокард более подробно не скажу спасибо а Геннадий Анатольевич спрашивает есть ли кардиотоксические свойства препаратов изменяющих течение рассеянного склероза мы говорили о фингалимоде как одном из средств для лечения рассеянной склерозы который обладает кардиотоксичностью ну наверное он наиболее часто фигурирует как препарат таким эффектом спасибо далее вопросы прислал Сипула Шапеевич он благодарит вас за актуальную тему и спрашивает какие антибиотики наиболее безопасны с точки зрения кардиотоксичности есть антибиотики которые не фигурируют в обсуждениях кардиотоксичности это в основном антибиотики пенициллинового ряда наверное вы знаете сложно сказать антибиотиков довольно много самых разных у каждой из групп можно найти определенные побочные эффекты то есть есть антибиотики которые совершенно отчетливо ассоциируются с кардиотоксичностью это вторхиналон это макролиды есть антибиотики которые напрямую не ассоциируются например аминогрикозиды могут нарушать нервно-мышечную передачу и опосредованно могут оказывать кардиотоксический эффект в том числе но это для них не характерно об этом можно только теоретизировать с клинической точки зрения это не подтверждается можно перечислять для каких антибиотиков более характерно или каких менее характерно но наверное в общем и целом бета-локтам антибиотики меньше ассоциированы с разными типами побочных эффектов спасибо следующий вопрос Сипа Лошапеевича какие препараты снижают кардиотоксичность и можете ли вы предложить универсальный алгоритм лечения кардиотоксичности Сипа Лошапеевич спасибо за вопрос ввиду такого многообразия кардиотоксичных проявлений я даже в свое время не уложилась универсального алгоритма лечения кардиотоксичности конечно же быть не может потому что кардиотоксические эффекты подчас взаимоисключающие и мы можем только в качестве универсального эффекта уменьшать вероятность полипрагмазии то есть применять препараты строго по показаниям то есть только тогда когда мы точно знаем выбирать из группы думать о возможной кардиотоксичности выбирать из группы менее кардиотоксичные и уменьшать вероятность лекарственных взаимодействий Повторюсь, уменьшая осуществление полипрогмазии. Только это может быть универсальным механизмом. Спасибо. Асият Магомедовна, Сергей Анатольевич, благодарят вас за лекцию. Анна Михайловна спрашивает, обладает ли кардиотоксичностью оксибутират натрия? Если да, то какой антидот? Анна Михайловна, честно скажу, что специфическое воздействие оксибутирата натрия, вот это мое упущение. Кстати говоря, кардиотоксичность средства этой группы, она описана, она может быть, но не готова говорить конкретно о анатриоксибутирате, боюсь шипиться. Спасибо. Ираида Александровна пишет о запрете использования варениклина FDA. Как вы прокомментируете этот факт и широкое применение препарата в России? Ираида Александровна, насколько я знаю, варениклин подозревали в суицидальных наклонностях и в риске ОНМК, инсультов, больше, чем смертельных нарушений ритма, то есть именно из-за этих обычных эффектов. Но уже несколько лет был проведен метаанализ, который реабилитировал полностью препарат и опроверг вот эти все подозрения, и именно это и определяет его широкое использование и в нашей стране, и не только в нашей стране. Запрета FDA и запрета продаж на территории США также нет. Елена Алексеевна благодарит вас за лекцию. Геннадий Иванович пишет, одно из противопоказаний для назначения изонеазида и шимическая болезнь сердца. Причина в кардиотоксичности? Изонеазида может стимулировать, вызывать проаритмогенный эффект, поэтому, да, одной из причин может быть кардиотоксичность. И в завершение благодарность от Евгения Алексеевна. Уважаемые коллеги, в расписании трансляции уже появился очередной семинар Ксении Александровны, он запланирован 20 августа. Его тему вы прочитаете, если пролистаете семинары вперед в разделе «Новое». Приглашаем вас к участию. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok